МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которая буквально расправила крылья не только на юге нашей области. Далее в программе. Рассказ о чудо-приборе, изобретенном в городе Магнитогорске. Сюжет о деятельности Магнитогорского филиала Инкомбанка России. Интервью генерального директора Досуг Парка. Этому предприятию исполняется 5 лет. И, наконец, страничка из американского дневника. На сей раз речь пойдет об участии в выставке Магнитогорского художника Эдуарда Аниконова. Ну а сейчас в путь на самый юг Челябинской области, в Кизильский район. Дело будет видимо не только в кончиках поля Сельхозского оператива «Измайловский». Расположен на самом юге нашей области. Первый из моего задачи Магнитогорского художника Еще и потому, что готовность к полевым работам Здесь всегда была наилешима. Ранний сев, конечно же, обусловил сроки зазревания. И ерунгина, и карпулку. Но в ситуации, когда не только день, Но и каждый час год кормят, Очень важно было, как говорится, Полные боевые ждать этого часа. И они дождались. Первые в области тонны зерна, Азимы Рыжи, полученные в «Измайловке». Первые гектары на кромых площадях Гороха с овцом Обмолочены были также в этом хозяйстве. И это тем более важно, Что накануне в «Измайловке» Произошла сне нормы власти. Александр Антонович Заплатин, Человек из легенды, Герой Соскуда, Делегат портсъезда и прочее, 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 Уступил кресло генерального директора Своему сыну Владимиру. Точнее, не уступил, А предложил ему аккордатуру Вместо себя на собрании акционеров. Здесь же на собрании Было принято решение Называть официально, далее мэру, Племенным, сельскохозяйственным производством Кооперативом имени Александра Заплатина. В третий десяток, отработая с нуля До такого уникального хозяйства, Которое одно является в России По всем социальному развитию и производству, И прожить столько с людьми, Которых знаешь и детей с рождения, И до института учили, Все специалисты практически закончили Нашу среднюю школу, в том числе и Владимир Александрович Закончил нашу среднюю школу, Учился от хозяйства. Конечно, сложно. И постоянно вставая в 6 часов Утра И с полседьмого начиная работать, Не зная, когда конец. Трудно, конечно. Надвигались слезы, Надвинулись на собрании. Ничего не мог сказать прощального даже людям. Плакать должен Владимир, На него обрушилось огромное хозяйство, правильно? Да мне некогда было плакать, Не до этого. Да и потом, не плакать надо, Надо делать, делать работу. Жаль, конечно, что нас не было в то утро с вами. Но давайте просто вообразим, Или представим себе, Вот утром вошли вы в кабинет, Что вы сказали? Очень просто. Встал, значит, Уступил кресло, Пожал, все зааплодировали, Поцеловал и ушел. Что скрывать одной из причин Семены власти в Измайлове? Стало пошатнувшееся здоровье Александра Антоновича. Хотя по его виду этого не скажешь. Но осенью Предстоит операция на сердце Московской обвинения. А пока Все его заботы об отборке. Уборка от урожая. Вас радует сегодня То, что мы ищем пути, Как убрать С наименьшими затратами Хлеба. Мы посеяли С наименьшими затратами. Значит, Сократили несколько операций В период села зерновых. И на этом мы сэкономили Очень большие Деньги, Расходы всевозможные. Также мы сейчас Применяем, как вы видите, Широкозахватные жадки Канадские на горохе. Наверное, кто-то скажет Что-то он тут смешит нас. И так далее. Чтобы канадские Десятиметровые жадочки Могли Скашивать Горох на зерно. Вот вы видите, Мы пошли по пути Ставропольского края И Краснодара. И всем ясно, что Горох Это полегающая культура. И очень опасная По сохранению ее От осыпания. А вот Когда ее посеешь в смеси Вот этот Сапсом мы в смеси Сейчас посеяли Он усиками цепляется За однолетний стебель. Значит, И Вот видите, До свала Стоит на корню. Мы специально дали возможность Александру Антоновичу Столь пространно Изъясняться по поводу Гороха сапсом. Может быть, Кому-то из селян Этот опыт Погадаться В полезную. Уборочная страда Расправила крылья На измайловских полях Уже в начале Августа. А зимую рожь Здесь начали Молотить первым Не только в районе. Это заслуга Старого директора, Который По привычке Взял на себя Главные тяготы Уборки. Молодой директор В эти дни Был занят Не менее важным делом. Организацией Финансовых потоков По взаимозачету С Магдагорскими банками. И в день наших съемок Только при закатном солнце Появился на поле. Батя никогда не был Добрым директором. Он был заботлив. Он был там Орочительным хозяином. А добрым? Я просто помню, Как он чехвостил людей Из-за того, Что неправильно Порезали деревья На данной улице. Казалось бы, Милочь, да? Ну, там шум стоял Такое, что там дверь не снизилась. Ты ведь не такой. Ну, я, может быть, Много не такой. Но я бы сказал так. Он не был, конечно, Добрым директором. Он вообще добрый человек. Это я знаю. Ну, а как директор Он не должен быть добрым. Директор должен быть В первую очередь Спрашивать своих подчиненных, Специалистов, людей За работу. Чтобы работа Восполнялась так, Как надо. У нас добряки, по-моему, Российскую деревню довели уже, да? До ручки. Ну, можно сказать так, Что довели. Есть такие примеры, Что он лежат на коленях Или как это называется. Может, и даже и ниже. В коленях стоят. А на животе лежат. Там уже лежат. Совсем уже лежат. Вот, наверное, Такие добрые довели Сельское хозяйство. Да и в целом, наверное, Другие в отрасли. То есть у тебя жесткий стиль? Ну, я бы не сказал, Что жесткий, наверное. Но я многое взял от отца. Многое взял от отца. Но некоторые, конечно, Там жесткие вещи, Может быть, нет. Я по-другому немного смотрел. Я вот ни разу не видел тебя, Не слышал кричащих. Ну, еще услышишь? В день наших съемок Над полями Кизильского района Нависла реальная опасность. Это когда, Как это часто бывало, Засуха выжигала посевы. Августовское солнце Уже никак не влияло На и без того Жалкие перспективы Уборочной страды. Нынче же Ивы радовали глаз. Утили воображение. Да так, что Руки территориалов хозяйств Нервно хватались За калькулятором. Урожай мог стать Фантастически богатым. Но С 29 июля И почти всю Первую декаду августа Над Кизильским районом Несчатно полило солнце. Днем плюс 33, Вечером плюс 28. И если бы температура Не снизилась, Зерно Так и не достигнув Молочно-восковой спелости, Осталось бы только Молочное. Мог произойти запал. А это грозило В лучшем случае Потери выраженности В 10-15 центнер В худшем И предвражаем. Но, слава богу, Этого не случилось. Трудно как будто Благодарит людей За что? Я думаю за то, Что они вот В этих тяжелейших условиях Трудятся, работают И делают все Зависящее Именно от народа Чтобы вырастить Хороший урожай И начать нормально жить. Потому что в этих условиях Тяжелых мы знаем Когда и пенсии Не вовремя И зарплата Там работникам Хозяйств И так далее Не выдается И такие тяжелейшие условия Сегодня жизни С точки зрения Обновления Приобретения техники Компенсация что ли? А это я думаю Что именно Господь Бог Он сам отдает Все то, что народ В этих условиях Выжил И мог нормально жить По крайней мере Я считаю Что сегодня народ Как бы трудно ни было Все-таки Не существует А живет Все равно Это правда Что есть такая традиция У хлеборобов На начало уборки Самые такие Вот неприглядные поля Выкосить Обмолотить А потом уже Приняться за настоящие массивы Вот этот Когда будет массив Обрабатываться? Я думаю Этот массив Обрабатываться Будет примерно Дней Через 20 Напрямую Или скашиваться? Поле чистое Поэтому если будет Нормальная погода Он убираться Конечно будет напрямую Потому что поле прекрасно чисто Видите Пшеница здесь прекрасная стоит Значит А вообще ты правильно говоришь Сегодня Вот мы уже в районе Начали Обмолот Ржи Обмолот Овса И чменя Убираем Те поля Которые мы готовили На однолетние травы И даже эти поля Дают сегодня Хорошее урожай А чем это вызвано? А что с сеном Все в порядке? Ну мы сено Значит Сегодня имеем 50 тысяч тонн Плюс 10 тысяч тонн Переходящего С прошлого года Осталось С той зимовки Вот 60 тысяч тонн Например Получается На одну условную голову Одного сена По 16 центнеров Кормовых единиц А мы раньше готовили 24 центнеры Со всеми Все виды кормов И сена И сенаж И силос И солома Это была общая норма А сейчас какая Общая норма А сегодня я думаю Что в районе будет Наверное где-то По 36 центнеров Сколько техники Гробилось ее? Сколько ее приходило Буквально новый И год-два И все На выброс Сейчас иначе? Сейчас вообще И водители И механизаторы Они понимают Что машина Это его Значит Кормилица Он на ней будет работать Он на ней будет зарабатывать Значит И деньги И в натуре И молоко И мясо И зерно И так далее И так далее Поэтому сегодня Даже молодые Механизаторы Приходя после армии Они понимают Что он на ней будет работать Не 5, не 6, не 7 лет Он будет работать Может даже 10-15 лет Конечно плохо С одной стороны Конечно может быть Плохо с одной стороны А с другой стороны Может и хорошо Что она Мы экономим средства основные Нам есть куда деньги тратить И сегодня Если мы полностью Обновим парк Снова новые Поставим комбайны Трактора И может даже Часть людей Даже схолодим Нынешнюю уборку На юге области Сложилась ситуация Прилюбопривающая Погода Прокинула напрочь Все прогнозы И ученых И народных Вещателей И это потребовало От селян умения Перестраиваться Ловить свой маневр Сами слышали Однолетка Что сеялась на корма Годится не только На фураж Но даже В качестве товарного И серна Долы Горы Говорят Здесь ковылы Выросли в этом году Необыкновенно Да На сегодняшний день Мы заготовили Значит Очень много Естественных трав Очень много Естественных трав Хорошие ковылы Городится Городится за силосы Но посмотрите Что это за силосы Подсолнечник Под 2 метра Посеян с помощью Стерневого агрегата Сезэрис Плотность посева Необычайна А стволы У солнцелюбивых растений Тонки Нежные Все бы это сейчас В пленочках В хорошем консервантстве И даже в феврале Силос был бы свежим Как ягодка Но все это возможно Лишь тогда Когда у хозяйств Будут деньги А они будут Если урожай Подкачают Круг Мясомолочных И полевых проблем Замкнутся В этом году 48 Молотящих И 27 Время осталось На свальных Где-то планируем 20-22 комбайна Запустить Все-таки На прямое комбонирование Ну это И необходимая Нужность И разгрузить Свальные комбайны То что Вырастили Уберем То есть есть прямой резон Николай Михайлович Старенькая Латанная техника Убрать Великолепный урожай А на это зерно Купить уже можно и будет И кое-что себе позволит Так? Ну Кое-что и позволит С долгами рассчитаемся Что останется На зерно На технику На что упадет Надо конечно И зарплату Сейчас придется Вариант прошлогодний Повторить Зерном Отдать людям Признаюсь Не часто В моей практике Мне приходилось Сталкиваться С настоящими Изобретениями А тем более Ситуацией Когда Они становились Реальностью И воплощались В повседневную Жизнь Спешу с вами Поделиться Радостью Это получилось У Магнитогорской Группы инженеров Вот такая Пусть даже Очень эффективная Реклама Не заставит Нас с вами По-настоящему Серьезно думать Об экономии воды Но есть В цивилизованном мире Идеальное средство Которое Моментально Заставит Любого Транжиру Считать Потребляемые Им Деколиты Это Реальные Платежи Пока Мы с вами Платим Заводу Как бы Условно И по Усредненному Типу Но вскоре Согласно Последнему указу Президента Платить Будем Полностью И вот Тогда Остров Станет Проблема Учета Потребления Воды Насколько Готовы К решению В Монтогорске Мы задали Этот вопрос Людям Которые Заняты Сейчас Выпуском В серию Нового Прибора По учету Расхода Воды И разговор Состоялся В момент Когда Комиссия Администрации Города Нанесла Визит Приборостроительному Заводу Водочет Попали в точку Попали Своевременно Прибор Я посмотрел Мне понравился Тем более И учитывая Его и качество И учитывая Его экономические Характеристики Полумиллионный Магнитогорск С его заводами Гигантами И потребляющими Воду В количествах Огромных Находится В степной зоне И поэтому Лишен возможностей Какие имеют Челябинск Мяс И Златоуст Расположены В зоне Целого Каскада Розел Подземные Розелары Постепенно Иссякают И проблема Дефицита воды Перед рабочим Городом Стала В последние Годы Необычайно Остра Вот почему Вопрос Учета О потреблении Воды Стал для группы Ученых И инженеров Научно-производственного Объединения Солитон Главным В их деятельности Борис Николаевич Закономерный итог Четырех лет Упорного труда Это вот счетчик У вас в руках Какова дальнейшая Судьба? Ну Судьба его Наверное Будет таковой Надо научиться Производить В большом масштабе Эти счетчики И Подать его На рынок Потребительский рынок Довольно широкий Будет Почему? Потому что Цели, которые Преследовались При создании Этого счетчика Были таковыми Первое Чтобы он был доступен По цене Второе Чтобы он мог Поместиться В наши Старые Сантехнические Разводки Без их реконструкции Ну и третье Стоять на нашей воде Не ломаться Борис Николаевич Был одним из тех Кто под кушей Солитона Принимал активное Участие В разработке Прибора И только когда Сумел его защитить На разного уровня Научных конференциях И выставках Пришел с ним К директору АО Сантехмонтаж Который предоставил Свои производственные мощности Под новый Приборостроительный Завод АО Сантехмонтаж Они делали нам Теплогенераторы Очень порядочные Такие хорошие Получились Мы убедились В этом Водоподогреватели Такие Которых В общем-то У нас в России В Союзе Не было Еще мы Убедились Что хорошее Сделать И водомеры Тоже В общем-то В их плюс То есть хлопцы Проверенные боем Да? Да-да Уже все проверили Уже знаем На по-настоящему Участие в финансировании Этого проекта И в организации Завода Приняла фирма Тандем Людей здесь Работающих Отличает умение Смотреть вперед На дальнюю перспективу Во многом Высочайшая Репутация Тандема Позволила Заводу По-настоящему Встать на ноги Эта программа Вынашивалась Уже С 92-го года Но тогда бизнес Так сказать В России У нас в городе Был еще не готов К таким вложениям Именно мы были Сами не готовы Не было средств И вот сегодня Мы подошли К тому этапу Что на выходе Уже производство Даже в сегодняшней ситуации Тогда когда Не все хорошо По взаимоплатежам Не все хорошо По налогам Все-таки нашли средства И так сказать Эту программу сделали Большая конечно Заслуга в этом Борис Николаевич Санин Который нас убедил Несколько лет назад Что это нужно Что это время придет И сегодня действительно Посмотрите Есть распоряжение Президента Правительства Администрации Городской Что Поезд Так сказать С подарками Ушел Для всех Будто коммерсант Будто так сказать Просто житель За все В мире Надо платить Платить за воду За свет За газ А чтобы платить Надо все это дело Учитывать И сегодня Мы предлагаем Так сказать Совместно С нашими компаньонами Совместно С разработчиками Изобретателями Предлагаем Сегодня Эту программу Вся идея Основывается На изобретении Нескольких Молодых Предприимчивых Так сказать Инженеров Которые Всю свою жизнь Посвятили Этой проблеме На базе Сантехмонтаж Горного института Производились Изыскательские работы И был запатентован Именно счетчик Совершенно новый счетчик Которому нет аналогов Ни в мире Так сказать Ни в России Это изобретение Позволило Достаточно Удешевить И сам завод Тот который построен Сам конвейер И так сказать Диспетчеризацию воды Именно И сам счетчик Ну на сегодняшний день Если сравнивать Чистую экономику То потребитель воды Может обеспечить себя Прибором учета Практически В три раза дешевле Того Что есть сегодня Ну это чувство просто Неописуемо Есть такое правило Ну не правило что ли Закон Изобрести трудно Практически невозможно Реализовать Изобретение И никогда не увидеть Своих плодов Понятно Но при всем Притом Вы человек Конкретный совершенно И бьющий в одну точку В течение нескольких лет И добившийся Своей цели Ну я не сказал Что это правило На сто процентов Выполняется Для всех Естественно Есть из правил Исключение Вот наверное Это и есть исключение И что испытывает Человек Который допустим Достиг Своей цели То есть Прожит огромная Часть жизни Потрачены Огромные силы Энергия Время И вот достиг Обычно Говорят Еще Опустошенность Как появляется Или есть Силы для новых Дел Вот как раз таки Это еще раз Что-то сделал Когда есть результат Налицо Никогда Опустошенности Человек не чувствует Это я Могу даже За всех ответить Если есть результат Настоящий И как правило Этот результат Позволяет И позволяет Человеку И настраивает его На новую работу На новые дела И так далее В числе ведущих Финансовых учреждений России Инкомбанк Давно и прочно Занял высокое место Настолько высокое Что мне кажется Реклама Он не нуждается Иначе чем Объяснить Отсутствие На всех телеканалах Популярного Прежде ролика Помните Время Стирает Города Наш рассказ О сегодняшних Делах и заботах Магдагорского филиала Инкомбанка России В этом красивом Здании И разместился Магдагорский Филиал Инкомбанка России В городе Металургов Ему было не так Просто занять Достоинное место Для тех Кто давно и прочно Обосновался На финансовом рынке Промстройбанк Челкбанк Бербанк Плюс Несколько Менее мощных Коммерческих Банков Сумели Зарекомендовать Себя на магнитке С наилучшей стороны Бербанк Страны Взамен Взамен Поставляем В область ГСМ Из федерального Резерва Почему изобилие Банков Вы выбрали Инкомбанк Инкомбанк Более стабильный Банк Это первое Значит Коллектив Этого банка Я знаю давно Они умеют Работать По-современному Занимаемся Мы рыбой Вот Они предлагают Через Маркетинговую Службу Всех Филиалов Этого банка Значит Предлагают Продукцию Если Клиент Эту продукцию Берет То банк Гарантирует Клиенту Значит Другому Где-то В другой стороне Другого филиала Банка Оплату За своего Клиента Вот Мне вот Это Очень нравится Ну и вообще Коллектив Очень хороший Работать С ними Одно Удовольствие Так Оценивают Работу Банка Его Клиенты Банковское Дело Обусловлено Строго Экономическими Категориями И Конкретными Цифрами Мы Ограничимся Только Нуля По уровню Привлечения Вкладов Населения Инкомбанк Уступает Только Сберегательному Банку России А по Объему Внешних Валютных Операций Стоит На втором Месте После Внеш Экономбанка Это банк Который Никогда Не шел Ни на какие Альянсы С политиками И под которым В принципе Который может Гордо сказать Что у него Нет вот Человека Наверху Под которым Он так вот Лежал И от которого Он полностью Зависел У нас Находится ряд Предложений Целый пакет Предложений По Изменению Ситуации В том числе Магнитогорске По развитию Предприятий Крупнейшие Предприятия Которые Многие Являются Недоимщиками В плохом Состоянии То есть Не выплачивается Зарплата Не выплачивается Задолженность Бюджет У нас есть Ряд предложений По социальным Объектам Города Крупный банк Он способен Принести инвестиции Которые просто Этот город Рассветет Так же как Сейчас Рассветает Москва С помощью Инкумбанка То есть Сейчас Это Общеизвестно Что Инкумбанк Является Генеральным Спонсором Празднования 850-летия Москвы То есть Эти деньги Которые Храм Христа Спасителя То есть Это же Известные Вещи И Инкумбанк Готов Вкладывать Деньги сюда Готов Развать Предприятие Готов Помогать Городу А вам Известно Что Магитогорск Скоро 70 Ну вот Это Хороший Хороший Как раз Хороший Повод Чтобы Инкумбанк Тоже Включился В эту акцию С некоторых Пор Слова Инкумбанк И Магитогорский Металлургический Комбинат Стали Потребляться Вместе Все чаще Банк Входящий В пятерку Ведущих Финансовых Институтов России Проявил Живейший Интерес Хлагману Черным Трудом В чем Он выражается Конкретно Любой Головной Банк Который Находится В Москве Или В другой Столице Мира Он Приследует Однутри Аккумулировать Это не основная Задача В принципе Да У нас Очень большие Процентные Ставки По вкладам Вот Мы В общем-то Население Зарабатывает У нас На нас Очень хорошо Вот Но Это не основная Цель Основная Цель Все-таки Инвестиции И То Что Как Прошло Собрание Акционеров То Как Отнесся Комбинат К нам Значит То Что Он Все-таки Решил Сделать Ставку На Инком Банк Это Говорит О том Что Программа Программа Комбината Она В общем-то Связывает Всю свою Дальнейшую Деятельность Именно С деятельностью Инком Банка То есть Мы В принципе Сейчас Рассматриваем Несколько Инвестиционных Проектов То есть Идет Проработка Всех Вопросов Экономическая Проработка Готовится Тео Это И стали Прокатный Завод Это И Сам Комбинат Непосредственно Увеличение Оборотных Средств Это И Русская Металлургическая Компания То есть Процесс По Вкладыванию Денег Он Идет Своим Ходом То есть Сейчас Совместно С комбинатом Мы Все эти Вопросы Проработаем И я думаю Что уже В ближайшие В ближайшие Буквально Ну там Скажем Даже Недели Мы этот вопрос Все-таки Доведем До логического Заключения Завершения То есть Это будет Ну Скажем Пусть начнем Там со 100 Миллиардов Хотя бы То есть Должен Пойти Какой-то Сам по себе Процесс То есть Чтобы вот эти Все кривотолки О том Что там Инкомбанк Не вкладывает Деньги Чтобы этих Вопросов Не возникало Ни у кого То есть Эти деньги Головной офис Естественно Мы там Ну вложили Там 50 Миллиардов Сейчас там Стали прокатный Завод Там Скажем В управляющую Компанию Там В ряд Других Дочерних Предприятий Комбинатов Но непосредственно Крупные суммы Они должны Уже идти Непосредственно Для того Чтобы реализация Этой сложной Программы Прошла Успешно Необходимо Иметь Хорошо Погготовленную Команду В инкомбанке Сделали ставку На молодых За последние Месяцы Ты чувствуешь Допустим Интерес к банку Растет или падает Я считаю Растет Очень сильно Причем Ну в принципе Наш основной Козырь Это то Что во-первых Банк сам По себе Московский Поэтому во-первых Квалифицированные кадры Принимаются на работу Это раз Во-вторых Значит Обучение идет Всех кадров Молодых В Москве То есть в принципе Дается Необходимая Основа Знаний Которые необходимы Для дальнейшей работы Банк очень молодой Конечно Расти легко Мы молодые Банк молодой Вместе растем Это целая страна В стране Люди соответственно Работают Высококвалифицированные И они заинтересованы В том Чтобы подтягиваться В том Чтобы расти Инкомбанк растет Я просто смотрю Даже По нашему филиалу Филиал открывался То что мы делали Вначале Те услуги Которые мы предоставляли Тогда То что мы делаем Сейчас Спустя буквально Полгода Девять месяцев Интенсивной работы Это просто Небо и земля Использование Самых современных Методов Работы С клетками Инкомбанка Это не просто Лосунг Это необходимые Условия Взять хотя бы Такой уже Привычный Для медногорцев Способ общения С банком Как кредитная карточка В инкомбанке Она не простая А льготная От 3 до 7 процентов Дешевле Отходится Покупка Тому Кто ею пользуется В торгово-сервисной Сети Карточки Визовские Или мастер-гард Я купить могу Где угодно Почему я должен Дать вам предпочтение Ну Во-первых Вы можете купить Не где угодно А в тех банках Которые имитируют Эти карточки То есть Или же Виза Это платежная Система Виза Или же Мастер-гард Еврогард Мастер-гард Значит на сегодня Магнитогорске У нас Имитируем банком Имитентом Только являемся мы Вот эта карточка Она Это виза Раша Как мы ее называем То есть Называем Это локальная Карточка Это виза Классик Международная Но это Виза Голд То есть Золотая Которая Идет очень много Преимуществ Дисконтных Сяких схем Во время Одного из Последних Приездов Управляющего Иткомбанком России Нагадова Он дал понять Что его Главная Задача Не сбор Средств Населения Южно-Град И городов А выгодное Вложение Денег В развитие Перспективных Подприятий Но уж Выказать Истинный Потенциал Заводов Ирудников Региона Это уже Наша с вами Задача С героем Следующего сюжета Я встретился Рано утро О чем тут же Горько Пожалел Дело в том Что Ни пива Ни других Алкогольных Напитков По утрам Тем более В начале Рабочего дня Я не употребляю Ситуация была Простая Мы встретились В Станице Это известный Ресторан На Магнитке При котором Прекрасно Работает Австрийский Пиоваренный Завод Это только Одно Предприятие Из объединения Досуг Парк Которому Исполнилось Пять лет Пять лет назад В Магнитогорске Появилось Новое Предприятие Досуг Парк Инициатива Бывшего Директора Магнитки Ивана Рапазана Создать В городе Металлургов Новые Пиоваренные Заводы Нашла Конкретное Воплощение В виде Вот этих Современнейших Предприятиях Способных Сегодня Конкурировать В вопросах Качества С мировыми Авторитетами В этой области На последней выставке В Сочи Мы выставили Четыре сорта пива Участников Было более ста Были иностранные Фирмы Типа Туборка Ахейники Много фирм Было Мы получили Из четырех Сортов То что мы Оставляли Это Рождественская Это Есаул Это Казачок Это Станичная Я называю Наши названия Потому что Технология Это австрийская А в общем-то Пиво-то варит Наши пивовары И Сейчас у нас Российские Названия И получили Четыре серебряных Медали В принципе Все пиво Должно было Получить золотые Медали Но нам Снизили По баллу За этикетки На бутылках Мы работаем Еще со старыми Этикетками Которые сделали Скажем Два года назад А сейчас Идут этикетки Очень красивые Металлизированные Такие Скажем Если нам Сделать этикетки Терять Это Очень приличные Деньги Поэтому нам Взяли Снизили балл Понятно А так Пиво В принципе Но качественно Можно делать Новый сорт Кстати Мы пробовали Новый сорт Запускали Неплохое Получилось Пиво То есть Можем делать Другие Какие-то сорта Скажем А черное Можете Да Можем Любой сорт У нас Солод Очень качественный Мы покупаем В Австрии Сейчас Вот новый Контракт Солод Нам Два месяца Пришел Австрии Солод Очень качественный Хмель Немецкий Из Баварии Любой сорт Пива Мы можем Так что русская вода Только Русская вода Хорошая вода Здесь вода Скажем Мы ее Доводим до кондиции Превосходная пива Конечно же Елилась Основой Для того Чтобы Государь Парк Смог Ирализовать Свою главную задачу Создать На территории Рабочего города Не Мактогорский И не Страну Сказок А место Куда Горожане Смогли Прийти На весь день Семь Пустро Дешево Поесть И вообще Упасть В объятия Сервиса Самого Разнообразного Но Сделать Это Оказалось Не так Просто Сейчас Как ты знаешь Андрей Вообще Работать Очень сложно Ведь Наша фирма Производящая Фирма Как вот Я знаю Да и в Мактогорске Да и везде Фирмы Те которые Создавались Многие же Уже закончили Работать Очень тяжело Работать Производителям Ведь Энергоресурсы Все Тепло Вода Газ Электричество Все дорогое А мы же Потребляем Очень много воды Потребляем Много электричества Мы в том числе Имеем Мощную Скажем Такую Базу Для подготовки Производства Это и склады И гаражи Скажем И два здания Завода Ресторан Строим Я говорю А новому Строим На набережной Торговый центр Своими силами Ведем отделку Там Мрамор Да Все это Отапливается Все это Требует денег Это будет Супермаркет Да Мы хотим Сделать Торговый центр Типа скажем Челябинского Торгового центра Площади Очень большие Сейчас там Отделку Ведем Фирма Риф работает Купили В прокат Монтаже Ограду Автостоянку Заасфальтировали То есть Хотим Сделать Хороший Торговый центр Чтобы люди Подъезжали Чтобы торговля Скажем Шла не на улице Чтобы не ходили А в тепле Цивилизованы Туалеты Массовых локов И тем не менее Годовой оборот Нового предприятия Достик солидной цифры 15 миллиардов рублей И трудно подсчитать Сколько пенсионеров И работников Бюджетной сферы Смогли получить Свои честно Заработанные деньги За счет налогов Попробивших Козлу От досуг парка Мы сейчас Занялись Производством И продажей Пластиковых локов У нас новая продукция Это тепловые котлы Для кафеджа Часто Домов Поприятия Это что Тоже необходимость Рынок Никтоит свои условия Ведь я же сказал Что с производителем Очень сложно работать Сейчас какие-то средства Мы скажем Зарабатываем И на этом В городе Что же Магнитогорск Распространяются немецкие котлы Мы нашли Очень хорошую Шведскую фирму СТС Которая производит Очень хорошие котлы Скажем 25% котлов Она поставляет В Германию Это очень О чем-то В общем-то Говорит И Часть В городе ведется В общем-то Индивидуальное строительство Большое И эти котлы Кстати Можно применять И на Ну скажем На каких-то Больших жилых домах Все зависит от мощности Второе направление Это тоже фирма Это немецкая фирма Рихау Пластиковые окна Очень качественные окна Делает их Завод немецкий полностью В Минске Вот оттуда мы Завозим И так же продаем То есть Идет здоровая конкуренция Несколько фирм в городе Так же торгуют окнами Какие-то собирают Магнитогорск Какие-то в другом месте Сейчас мы тоже завоевываем рынок То есть Занимаемся этой работой С помощью чего завоевываете? Вы что Снижаете цены Или повышаете качество? И цена пониже И качество выше Ведь Скажем В тех окнах Которые делают Вот фирма Рихау Там полностью комплектующая Германия Стекло с Англии И Гарантии 15 лет Температура До минус 50 Ведущие экономисты Державы Утверждают Что только сейчас Настало время Предприимчивых людей И постыдный лозун Инициатива Наказуемого Канул в лет Люди Работающие в системе Досуд парк И прежде не отремали И к обещанному периоду Расследовая экономика Сами слышали Пришли не с пустыми руками Проблема же у нас Скажем У любых производителей Эти продукции Если мы Производим Можем производить 7 тонн пива в сутки Качественное пиво То мы его Продаем Работаем Где-то Скажем На 50-60% Нашего Классного пива Которое есть У нас в городе Магнитогорский И мы его продаем Почему продаем Потому что Ну во-первых Снизилась покупатель Способность населения Ты сам знаешь Западная плата Там не платят Здесь не платят Это одна сторона медали Вторая сторона медали Это конкуренция Скажем Очень большая Такие заводы Поставляют сюда Бутылочки Как Тамак Шахан Как Балтика Скажем Многие фирмы Везут импортное пиво Очень много Заводится пиво И вот Скажем И мы Ну Находимся В таких условиях Что скажем Продавать полностью Не можем Хотя скажем Другие регионы Ну взять Тот же Омск Омск Очень большой завод Пиваренный И производит Очень хорошее пиво Ну он туда вообще Балтику не пустил Приняли постановление Городское В Омске нет Балтики А магнитку Пустил? Ну магнитку мы в принципе Не Нет Они туда вообще Не пускают Никакое пиво Вот Только свое В принципе Может быть это и неправильно Но для защиты Своей Антирыночной Антирыночной Да Но ведь Скажем Если была бы здоровая Конкуренция Скажем так Конкуренция Идет нездоровая Ведь В реализации пива Наблюдается то же самое Что с С лепероботочными изделиями Скажем Ну Зарегистрирована фирма В Краснодаре А продает пиво В Магнитогорске Стрельтомакс Кому она платит налоги Кто об этом Я тоже не знаю И так масса таких фирм Масса Это идет нездоровая конкуренция Хотя в Башкирии Мы свое пиво поставить не можем Доверные мечты Знаешь, Андрей Вот каждое утро посыпаешь Как ты пиво с утра не пью Я каждое утро просыпаюсь Прихожу на работу Глобуху Говорю Как у нас там с деньгами Вот знаешь Печта такая Что спокойно Прийти и сказать Сколько у нас там прибыли Давай-ка мы с тобой Построим вот Нашей территории Какой-нибудь там Детский аттракцион купим Для детей там Что-то сделаем для города Вот Территория есть Мечта есть А денег-то нет То есть начать работать стабильно Чтобы налоги были нормальные Чтобы мы получали прибыль Это прибыль На развитие производства На благоустройство Скажем города направлять Что-то делали Новый налоговый кодекс Ну я в принципе тоже там не вижу Слишком Больших год для производителей А ведь в основе Это решает все же производители Обидно Но все чаще на вопрос Как дела Мои знакомые отвечают А кому сейчас легко Некоторые с долей иронии А большинство на полном серьезе А я думаю Легко сейчас Да и прежде тому Кто ничего не делает Михаил Чекуров Не из этой категории Ему как всегда трудно Но это трудности Созидание А значит преодоление И может быть В ближайшем будущем Ну а сейчас Обещанная страничка Из американского дневника Итак Город Филадельфия Первая суббота мая Картинная галерея С неамериканской фамилией Владельца Фидулов Выставка Не просто русского А магнитогорского художника Эдуарда Аниконова Но это все впереди А пока вернемся К истории вопроса Наша поездка в США Предполагала не только Посещение школ и коллег Штата Юджерси Которые мы совершали Вместе со студентами Фака Магнитогорского бюджетинститута А также с преподавателями Английского языка Школы города Мы смогли побывать В лучших музеях Изобразительного искусства Восточного бережья штата Познакомиться с работой Американских пожарных волонтеров Посетить К счастью В качестве гостей Полицейский участок Штата Юджерси Во время первой метели Пребывания нашей группы В Америке Было также немало Незапланированных И тем не менее Интереснейших встреч Таких, например, как музыкантами Домашней рок-группы Большими любителями музыки В телеканте Или встреча С соотечественниками На русском кладбище Городка В Кубань Но была у нас в этой поездке Заветная цель В ради достижения которой Мы одну из суббот Отдали на то, чтобы Детально ознакомиться С работами лучших художников мира Которые выставляются В галереях Славного города Филадельфия Адеконов Исуются в вашу Идею бизнеса? Да, абсолютно Он Здесь сочетается И глубина И декоративность Что очень важно Так что я Я очень довольна Этой выставкой А американский народ? Американский народ Вот будем смотреть сегодня Сегодня официальное открытие Ну что ж Пора раскрывать карты Конечно Наша поездка в Филадельфию Была обусловлена Стремлением попасть На открытие Выставки Нашего субботителя Эдуарда Анипотова И мы попали В нее Ровно в 17.00 По Нью-Йоркскому времени Эдик был Включен в когорту Славных живописцев Которым была оказана Честь Выставить свои работы В галерее Громкая фраза Будет у нас Правда ли? Тем более Что следующая беседа Будет проходить На пониженных тоннах Так как ребенок Пладше фидулов Спит В общем-то Это достаточно Профессиональный Молодой художник И уже В его картинах Проявляется Его самостоятельное лицо Сейчас еще Немножко видно Влияние школы Потому что Совсем недавно Он закончил академию Но видно Что человек Достаточно большого мастера Первая суббота Любого месяца На восточном побережье США Означает Для любителей живописи Только одно Нужно срочно ехать В город Филадельф Здешние галереи Где выставляют Свои работы Художники Всех направлений Считаются Самыми христиными В стране Это потом Шедевры Ритмично Переправляются На другой берег Океана Калифорнии Где тамошние Толстосумы Имеют лучшие Коллекции Малькута Впрочем Этим работам Еще предстоит Стать шедеврами Но что касается Эдика Аниконова Он по шаге От заветной цели Очень тонкая живопись И очень мощная В одно и то же самое время Он достиг Добился Необычайного мастерства В работе кистью И вот этой вот лопаточкой Которая наносит краску Эдуард Аниконов Может вполне стать Следующим Марком Шагалом После этих слов Мы конечно же Не применули возможность Узнать мнение О работах Эдика Наших соотечественников Которые приехали Вместе с нами На открытие выставки Я раньше слышал о творчестве Эдуарда Аниконова Могу сказать Что я получил Большое удовольствие Воочию Гораздо ближе Познакомиться С его творчеством И вот Я могу сказать По реакции Посетителей А сегодня Как раз таки Вот именно в эти дни Именно знатоки Как правило Ходят На открытии Выставок Вот так вот По реакции Но наверное Не я один Испытываю И разделяю эти чувства И наконец Мнение Ну скажем так Рядового американца Хотя рабочий Стеклодух Джон Зукол В рядовые Вряд ли может быть Зачистка Во-первых Он руководит Программой Руки через море С американской стороны Во-вторых Стеклодух Для меня Это тоже художество Только дело он имеет С особым материалом Я конечно Не профессиональный художник Но мне очень нравится Работа Эдуарда Мы были бы не правы Если бы сказали Что работы Аниконова Повергли в шок Всех любителей Живописи Аник Но успех был не сомнен Доктор Рос Нисколько не лукавил Когда сравнивал Петика с Шакалом И нам очень захотелось Львнуться к месту И используя Временную паузу Между перелетами Нью-Йорк-Москва И Москва-Могдарёвс Мы поехали Мытищи Проезды мы с Владимиром К вам заехали Это для того Чтобы узнать Ваше мнение Как первого учителя Аниконова О том Каким он был мальчиком Как он начинал Да начинал-то он С первого курса Прекрасно Во-первых Он был очень Организованный человек Был неравнодушный К искусству Дотошный До деталей До мельчайших В технике Особенно вот По живописи Сейчас вот И видно Что он Стал настоящим Живописцем Его привлекал Прежде всего Цвет Колорит Цветовые Цветовые вот эти Сочетания Техника Акварельная Его привлекала И он постоянно Общался С Попелюшенко Михаил Васильевичем Который его Учил Разным техникам Акварели И он Постоянно Вот увлекался Он очень много Работал и дома Приносил домашние Работы Великолепные Изольда Ивановна Всего год назад Переехала В Москву А до этого Она Ее покой Муж Художник Уважен Александр Федорович Аберин Жили в Куйтагурске И работали На мудрофе Это не степень Но пора Вам представить Главного героя На изложенных Им Обстоятельствах В мастерской Вместо Оттерога В шубах Классики В буфете А художника Конечно же Сам Альбертов Здесь В новой мансарде Которую ему Купили Совсем недавно Могущественные Покровители Из фирмы Тандем И работает Ныне Художник Альбертов Нормально Пережив Успех Своей Персональной Выставки Филадельфия Работает Денно и Ночно Не потому Что связан Обязательствами А потому Что уначит Кожа И не хочет Жил Молодой человек На земле Родился В хорошем Городе Мультогорске Переехал Не менее Хороший Город Петербург Потом Москва Потом Германия Потом Филадельфия США Человек Остался Таким же Хорошим Я надеюсь А как Живописец Как художник Он меняется Переезжая Из город Из города Города В город Наверное Я бы Не хотел Меняться То есть Глядя На то Что рисуют В Америке Я бы Не хотел Рисовать Так Как То есть В данный момент Я может быть Что-то возьму Оттуда С этих поездок Но В целом Я бы хотел Продолжать Именно Свою линию Что я сейчас Уже Рисую Тебя сравнивал Народ Искусствоведческий С Шагалом Голова Не загружилась Нет Нисколько Это что Дерзость Молодых Гениев Ну Шагал Он тоже Наш Русский Художник Международная Программа Рукопожатия Через океан Предполагала Обмен Студентами Преподавателями Но не Обмен Живописцами Как получилось Став Что ты Поехал В рамках Программы Через океан Ну Я поехал Благодаря Непосредственной Помощи Валерия Сергеевича Да Ну Получилось С которым Вы дружите По-моему Какого года О Мы С детства Мы с ним Учились Семи лет С восьми Ну Я думаю Где-то Это был Возраст Десять Одиннадцать лет С десяти С одиннадцати лет Дело в том Что Эта программа Существует Очень давно И у меня Появилась Возможность Показать Там В Америке Фотографии И часть Работ Эдуарда Переговоры Длились Где-то Около Года И вот Результатом Этих Всех Переговоров Явилась Организация Выставки В штате Нью-Джерси Наша встреча Желаю 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 вам Счастья И успехов Но только В очень Хороших Делах Счастливо Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова